Здравствуйте. 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 И расскажу немножко о нашей экспедиции. Собственно, экспедиция наша имеет две основные цели. Это популяризация внутреннего зимнего туризма в России, в частности, так как большая часть нашей экспедиции проходила по вашему региону, то популяризация внутреннего туризма в вашем регионе практически. И вторая наша основная миссия – это развитие активного спорта, популяризации развития активного спорта. Мы совместно с нашим генеральным партнером компанией «Рексона», у нас есть программа «Непотека 2.0», мы собираем баллы, это приложение, которое считывает наши движения, наши шаги, бег, любые перемещения. Мы конвертируем свои движения в баллы добра, фон добра, и на эти деньги будет популяризация активного спорта, активного образа жизни в России. Сейчас вы видите костяк нашей экспедиции, к нам постоянно кто-то присоединяется, кто-то уезжает на каких-то этапах, потому что на весь маршрут, который на сегодняшний день уже практически 11 тысяч километров, и завтра будет месяц, как мы в пути, не все могут, к сожалению, быть на всем протяжении. Поэтому с нами едет Иван Дементьевский, известный фотоблогер, вернее, фотограф известный, он обижается, когда говорим «фотоблогер», он известный фотограф, делает шикарные пейзажи и отличные северные сияния. С нами ехал известный блогер Сергей Доля, у нас было две съемочные группы телеканала «Россия» и телеканала «Автоплюс». Одни ребята делали фильм про автомобиль, вторые помогали нам снимать фильм про ваш красивый регион. Наснимали столько материала, что сказали, у нас закончилось место на всех ордах и нечего снимать на обратном пути и улетели из Тикси. В двух словах. Я второй раз уже у вас в регионе с экспедицией. Первая экспедиция у нас была 59-я широта, мы проехали от Питера до Магадана. У вас были летом, были на Ленских столбах, проехали всю трассу федеральную Лена, Колыма. И сейчас второй раз зимний. Ваш регион увидели зимой, влюбились окончательно. И я родился в Магаданской области, поэтому на правах соседа я буду к вам часто приезжать в гости теперь. Ну, сразу могу сказать, что летом у нас будет следующая экспедиция и маршрут будет проходить через вас, поэтому мы к вам скоро уже опять вернемся. С удовольствием ответим на все ваши вопросы, задавайте их. Да, коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы, поднимайте руку, называйте, пожалуйста, из какого вы СМИ, как вас зовут, и мы с удовольствием ответим на ваш вопрос. Пожалуйста. Во-первых, коллеги, могу вас попросить говорить в микрофон, потому что у нас все записывается, идет и онлайн-трансляция, и запись. Да, повторите, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Я начну, я думаю, что коллеги продолжат. Вопросов было очень много. Один из главных вопросов, которые мы обсудили. Возвращавшись из Тикси, мы заехали в небольшую, но очень уютную и дружную деревню под названием Хаир. Поселок, деревня, то есть поселение, да. В общем, суть в следующем, что нас встретили детишки и преподаватели местной Хаирской школы. Устроили нам такой концерт с этнической составляющей, что я такого еще не видел в своей жизни. И мы были очень поражены всему тому, что мы там увидели. Не буду говорить про отдельно, какой нас ждал вот этот мини-банкетик из всего местного, что там есть. Там оленина, сахатина, все местные ягоды, строганина. И, ну, это не главное. Главное то, что школа небольшая, и для этого села, для этой деревни, она вполне нормальная, но в спортзале неровный пол. И мы попросили Егора Фанасьевича, что если есть возможность, и когда будет какая-то следующая плановая реконструкция школ или еще что-то выделить, чтобы школу Хаира внесли в список, желательно, одной из первых. Если это будет сделано, то мы будем очень рады этому и несем не только вклад в развитие внутреннего туризма, но и вклад в развитие образования региона, что является тоже очень хорошим для нас. Ну и вот Дима еще добавит. Да, мы с Егором Фанасьевичем когда сидели, я спросил, что какие вопросы вообще есть на уровне нашей страны, не на уровне региона, а на уровне нашей страны. И когда мы будем в пресс-конференциях федерального уровня выступать, какие темы мы можем задеть. Он говорит, нам нужен мост через Берингов пролив. Нужно соединить два берега. Вот, этот вопрос был вчера поднят, он нам сказал свою позицию, мы ее услышали. В принципе, будем стараться донести до всех уровней власти. У нас будет пресс-конференция финальная в штаб-квартире Российского географического общества, у нас будет пресс-конференция в Совете Федерации. И поскольку Егор Фанасьевич нас и республика так тепло встретила, мы не сможем этот вопрос не поднять, в любом случае будем об этом говорить. Что в квартире русского географического общества. Просто мне как члену русского географического общества сердце дернулось, мы не российское. Я понимаю. Поэтому разговоров было много, и на самом деле, знаете, хочу отметить один такой факт, что когда у нас был разговор про рыбалку, Егор Фанасьевич согласился и приехал, мы ожидали, что сейчас приедет президент, такой чиновник, и все будут вокруг него. Знаете, приехал мужчина, очень положительный, в костюмчике, в спортивном, мы сели, и разговор у нас в принципе проходил, вот как будто перед нами просто хороший наш друг, хороший знакомый. Поэтому было все в непринужденной обстановке, и обсуждали какие-то обычные вопросы, то, как мы ехали, мы рассказывали. Он рассказывал истории, какие-то из своего примера, где они там были. То есть вот был такой интересный диалог, часть этого диалога мы обязательно включим в фильм, потому что там были очень интересные моменты, и я думаю, что вы все их увидите. И позвольте добавлю, конечно же, мы говорили о людях. Как известно, ваша республика очень богата различными ценными ресурсами, но главный ценный ресурс – это, конечно же, люди. И люди у вас золотые, и он это тоже отметил, он сказал, что обязательно будет заботиться и рассмотрит вопрос о школе в Хаире, и тоже поделился таким фактом, что из 600, по-моему, населенных пунктов вашей республики он не был только в одном, обещал это исправить. Пожалуйста. Микрофон. Можно микрофон сказать, потому что у нас записываются вопросы? Пожалуйста. Да, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, чем вы руководствовались при составлении маршрута, и какие были, скажем, такие наиболее сложные точки, пункты, где вы, собственно, оказались? Ну, так как маршрут составлял я, все было очень просто. Были места, по которым мы проезжали летом, очень хотелось проехаться по ним зимой, для того, чтобы картинка была полной. Так как наша экспедиция называется «Полюс холода», то мы хотели закрыть вопрос сразу по всем полюсам холода, чтобы не возникал вопрос «Аймекон» это, «Верхоянск» или «Томтор». Поэтому мы проехали все три полюса холода. Вот был бы четвертый, заехали бы на четвертый. Самым сложным маршрутом, как нам говорили, должен был быть зимник и участок как раз, наверное, от Усть-Куйги до Тикси. Но это был самый, наверное, солнечный, веселый, и мы действительно ехали на море, на южное побережье моря Лаптевых. Было солнце, ни разу не пуржило, мы даже расстроились. Мы ни разу не расчехлили лопаты, мы не подсняли пурги для нашего фильма и даже немножко не хватило нам этого колорита. Но самыми двумя тяжелыми маршрутами, этапами… Первый – это был зимник Усть-Кут Мирный. Он вроде бы такой нормальный, но мы попали как раз на оттепель. Он был скользкий, колея. Там количество машин, которое было в Кювете, просто вот зашкаливало. Все возможное и невозможное. И второй, получается, Тополинная Батагай. Вот это второй зимник, который просто вот… скажу о впечатлениях, которые у меня были по возвращению с этого зимника. Мы ехали весь день, ехали, ехали, ехали. И через Тополинное мы выехали на федеральную трассу Колыма, которая до этого казалась нам одной из тяжелых федеральных трасс по всей России. И когда мы выехали на нее, я прям кайфанул. Ровная дорога, хорошая разметка, встречные машины, люди какие-то вдоль дороги идут. То есть вот цивилизация прям. А позже, когда мы подъехали к теплому ключу и уткнулись в асфальт, все, ну это был просто верх желаний, мечтаний. И, наверное, в тот момент мне ничего больше не нужно было. То есть это было действительно такое удовольствие. Поэтому два этих маршрута были самые сложные. Пару слов, наверное, о быте скажу. Живем в машинах, спим в машинах, моемся в машинах, кушаем в машинах и так далее и тому подобное. Единственное, что нас радовало на протяжении… Нет, простите, не единственное, но очень радовало это то, что мы каждый день выходили в интернет с любой точки, где мы остановились. У нас была тарелочка. Наши партнеры МТЛ-связь и якутские ребята поставили нам тарелочку оборудования, кнопочку нажали, тарелочка поднялась, спутник нашла. И мы, собственно говоря, с хорошей скоростью сидим в интернете, даже по фейстайму, по ватсапу разговаривали, никаких вопросов не возникало. По этому поводу, кстати, у нас было несколько таких онлайн прямых включений через перископ из Аймекона, из Батагая, из Моря Лаптевых. То есть вот мы прям включались и стримили онлайн. Было очень прикольно. Поэтому вот интернет у вас в Арктике есть. Кушали в основном консервы. У нас очень много было с собой банок тушенки, различных каш, рыбных консервов. Поджигаем заправку. Вот. И, конечно же, мы не остались без рыбы. Мы купили местные рыбы, ногу оленя. Каждый вечер. Да, мы купили все. Каждый вечер мы, когда приезжали, вставали, разбивали лагерь, мы строгали, кушали. И, в принципе, считали, что мы прям деликатесы потребляем. Опять же, скажи такой маленький пример, что когда мы выехали назад, это у нас был посерок, это Кэль, мы подъехали к нему, заправились на заправке, и после заправки сразу есть кафе такое там. Подъехали кафе, заходим, хотели взять пирожков. Говорю, можно? Она говорит, да, есть пирожки с мясом. Я говорю, а с чем? Она говорит, с говядиной. Мы так расстроились, потому что мы привыкли, что это оленина и сахатина. Мы расстроились. Взяли, конечно, один, но так не съели его. Вот насколько уже все привыкли и ассимилировались. Нас шикарно встретили на метеобазе на участке Батагайта-Полины. Мы уже обратно ехали. Там семья, я так понял, с шести человек. Может, жена, их дети. В третьем поколении там живут. И внуки уже, внуки. Живут с 85-го года. Это получается уже 21 год. Простите, 31 год. Живут там один дом, вокруг ничего. Река, лес, метеобаза. Угостили нас хлебом, морсом, пирожками, рыбой. Очень тепло встретили. Мы, когда начали, хотели с ними рассчитаться. Там висит табличка «Хлеб, морс и стрелочка». Потому что можно заехать купить. И мы, когда хотели рассчитаться, она говорит, никаких денег нам не надо, мы просто угостили. На самом деле, были настолько удивлены, приятно удивлены, что... Ну, неожиданно. Ну, мы, конечно, подсунули чуть-чуть. Да, денег денег подсунули, естественно. Но очень вкусные были пироги с сахатиной. И на мой вопрос, я говорю, а пирожки с чем у нас? С мясом? Я говорю, с каким мясом? Как с каким? С сахатиной. Я говорю, что для вас так обычно, для нас сахатина... Нет, у нас есть, конечно, в центральной части России лоси, но пирожки из них никто не делает, честно вам скажу. Вы хотели что-то спросить, да? Корреспондент Тасса Наружина, я хотела задать вопрос. Скажите, пожалуйста, на каких экипажах вы двигались, как показали себя во время пути машины? И вчера у нас как раз-таки с Якутска стартовал наш... начался наш республиканский фестиваль, тоже, который называется «Полюс холода». И пересекались ли вы с участниками этой экспедиции? Спасибо большое. Мы пересекались только с ребятами, кто создает этот проект. До их старта как раз мы встречались... Была встреча с блогерами перед нашим выездом на Тикси из Якутска. Они как раз рассказывали тоже про этот проект. Было интересно послушать, но непосредственно с колонной автомобилей мы не пересекались. Что касаемо машин, ну, не зря мы выбрали надежные внедорожники Toyota. Тут что уж говорить, количество этих машин у вас в регионе, вообще количество машин за Уралом просто зашкаливает. И это все только потому, что они действительно надежные. Поэтому у нас не было абсолютно никаких поломок. У нас был один разрыв колеса. Сергей Доля неаккуратно съехал с реки ночью, и был перепад льда с берега на этот. И прям разрезало острым льдом боковой корт. Ну, от этого никто не был застрахован. И на Диминой машине у нас порвался шланг гидроусилителя обратка просто от времени. То есть вот с года выпуска автомобиля прошло 20 лет, он не менялся. Ну, и его время пришло как раз практически в арктической части. И меняли мы его там при минус 40, подставив под машину паяльную лампу и обморозив себе все руки. Но в целом, опять же, больше никаких поломок у нас не было. Я не знаю, там замерзали немножко окна. Такие-таки там падало давление в шинах от мороза. То есть вот какие-то такие вот нюансы были. А в целом все отлично. У нас было три машины. Три машины и нам везли топливо еще на ГАЗ-66, потому что заправок там нету. И есть 900 километров, где нет, есть 700 километров, где нет. Только потому, что у нас было с собой много оборудования, и мы не могли везти канистры в салоне и на багажниках, мы вот еще воспользовались услугами такой машины. Еще один немаловажный момент. Мы по ходу нашего пути собираем всю информацию, которая нет в интернете. Это где последняя заправка, какие самые большие перегоны от заправки до заправки, где можно покушать, где какой километраж, где какая средняя скорость. Мы записываем все наши треки, где объезды, где наледи, где пустоты. Мы это все пишем и обязательно это выложим на все наши ресурсы, чтобы люди уже смогли по запросу элементарно Якутск-Тикси, Зимник, уже полностью всю информацию считать. Допустим, сейчас мы можем с точностью сказать, что перегона без заправок больше там 1100 километров нету. Если у вас машина позволяет проехать тысячу километров без заправки, то по сути дела вы без проблем доберетесь до Тикси, если не заметет. Да, такой информации просто реально не было в интернете. Были какие-то обрывки информации. Кто-то говорил о каком-то маленьком участке, кто-то о другом. Но на деле все это разнилось и была абсолютно противоречивая информация. Мы же хотим саккумулировать все это в один такой некий блок, выдать полностью всю информацию для того, чтобы туристы могли спокойно ездить и понимать, где они могут что сделать. Тем более, что это задание от Русского географического общества для нашей экспедиции. Так что, если кто-то из вас захочет повторить, мы предоставим вам информацию, вы можете смело отправляться в путь, вот как ребят, которые тоже будут «Полюс холода» называться. Ну, они, по-моему, едут просто в Амикон, да, там ралли у них. А, ну. Там другое будет. Там чуть попроще. Ну, как бы, при поддержке Тойоты она предоставила. Они нам предоставляли техническое обслуживание, еще что-то. Вот такие вот нюансы. Ну, это нормальная ситуация. Но, еще раз говорю, у нас был вариант ехать на других автомобилях. Не буду называть бренды. И наш отечественный был, и другой лидер, очень известный, европейский. Но мы выбрали именно эту машину, потому что, ну, все прекрасно знают о ее надежности. Вы знаете, наверное, самый хороший отчет, это вот то, как мы туда приехали. Я скажу немножко сейчас таким вот. Мы так давали машине под одно место, в таких условиях, что, еще раз говорю, в какой-то момент наш оператор, я не знаю, Ваня у нас вообще молчит, но я думаю, он в конце экспедиции приедет. Ну, я вот говорю, вот мои слова. Да, но он говорит фотографии. А Влад, наш оператор, сказал, что ребят, какой Париж-Дакар? Вот тут вот. Аймекон, Тикси, вот это ралли. То есть, действительно, то, что было там на зимнике, мы думали, что в какой-то момент не выдержит металл, еще что-то. У нас люди в какой-то момент были вот на грани, понимаете, срыва, а машины везли. И вот это, то есть наш выбор был абсолютно правильным. Еще раз здравствуйте. Пелагея Владимирова, Ньюсхекотэ.ру. Вот ваша экспедиция заработала определенное количество баллов. На что они пойдут? Мы все эти баллы передаем фонд добра Непотека 2.0. И там есть несколько вариантов. Мы все-таки настаивали на том, чтобы была построена какая-то спортивная зона, ворк-аут в каком-то из городов. И мы хотим обязательно приехать на ее открытие. Но опять же, то, как распределить... Решение не за нами. Да, решение не за нами. Мы заработали эти баллы, потому что там... Могу рассказать про программу. Там есть несколько вариантов, как можно потратить свои баллы. Можно закрыть ипотеку, можно закрыть обычный кредит и можно потратить их на добро. Вот мы тратим их на добро. Мы отдаем полностью все баллы в этот фонд. Конечно, мы узнаем, куда они пошли, но какой точно будет сделан проект, там я знаю, что проектов будет много, мы настаивали все-таки на строительстве площадки. Что сделают? Мы обязательно напишем на своих официальных аккаунтах, обязательно сделаем отчет, поэтому следите, заходите на наш официальный аккаунт rgoexpo.ru, там будет вся информация. Еще вопрос, пожалуйста. В прошлом году почти по этому же пути проехали участники экспедиции, но они были не на машинах, а на велосипедах. И какие, кстати, в самые морозы вы попали? В этом году у нас вообще теплая зима выдалась. На севере вообще как обстоит дела с погодой? И какой был самый экстремальный момент во время вашей экспедиции? Позвольте, я отвечу по поводу температуры. Самая низкая у нас была как раз на Эмиконе, на полюсе холода, минус 50, и даже, по-моему, чуть ниже доходило. Дело в том, что у нас на машинах термометры не могут показывать ниже минус 40, поэтому точно мы не знаем во время пути. Но в Эмиконе ребята брали термометр, было минус 50, и провели эксперимент с замерзанием одного из алкогольных напитков в водке. Она действительно замерзла. Да, я хотел об этом сказать. Потом в пути у нас настолько было холодно, что у нас лопнул термометр, и мы, к сожалению, ниже минус 40 не знали температуру. Да, минус 50 это был минимум, причем мы, когда увидели, что температура вечером уже идет к минус 50, минус 45, мы заглушили машины специально на ночь. Да, и проверили. И с утра их завели. Нет, одна у нас стояла заведенная, на все случаи. Бензинная работала. Бензинки мы заглушили для того, чтобы проверить вообще машина в состоянии, там отстояться 8-10 часов ночью и завестись с утра. Завелась, все нормально, без вопросов. Ну и вот Влада уже сказала, для меня два удивления в экспедиции таких сильных. Да, это вот водка замерзла. Причем этот эксперимент я провел по просьбе моих друзей в Фейсбуке. Они меня попросили, Дим, сделай эксперимент. Посмотри, водка замерзает или нет. Я выставил на ночь бутылку, с утра проснулся, и о ужас, она замерзла, она превратилась в такую субстанцию, даже не знаю, что напоминает, как вазелин, наверное. Ну и второе удивление, это лед в море лаптевых соленый. Серьезно, я прямо остановился, разгреб лопатой снег, выдолбил топором лед и попробовал. Правда, мы поранили губы об него, потому что он моментально примерз. Но я точно могу сказать, что он соленый. Концентрация соли не очень высокая. Ну, а что касаемо морозов, еще хочу добавить, вы прекрасно знаете, что эта зима у вас была теплая, по крайней мере тот период, когда ехали мы, поэтому мы сначала испугались, потом привыкли, и когда уже была температура там от 30 до 40, мы ходили уже абсолютно спокойно и чувствовали, ну, действительно, организм привык, но каких-то экстремальных морозов, которые у вас здесь бывают, мы не застали. Минус 50. Да, вы еще говорили про экстремальный момент, который сам был. Это в начале экспедиции переезд по льдам Байкала, это было самое экстремальное, потому что как-то ощущать себя на льдах, под нами глубина, и есть информация о том, что машины проваливаются, и мы проезжали мимо места, где рядом лежат цветочки, а мы проезжаем рядом. Это было действительно адреналиново. Да, но было на самом деле самое страшное ехать первой машиной, мы постоянно менялись с Дмитрием по очереди, по тому моменту, когда количество адреналина уже зашкаливало, и скоро можно было потерять сознание, я говорил в рацию, Дим, меняемся, я больше не могу ехать в таком напряжении, Дима заезжал вперед, и я отдыхал, потом то же самое говорил он, и так мы менялись. Так получилось, что нам никто не мог дать на острове Ольхон полной информации по поводу того, где дорога через Байкал, где накатаны, где следы, нам просто сказали туда. Причем так говорили все, и рыбаки мы подъезжали, ребят, как лед, лед как лед, а куда ехать? И мы едем, за неделю назад, за неделю до нашей экспедиции я читаю информацию о том, что на Байкале провалилась очередная машина с летальным исходом, мы проезжаем в метре, а вот от этой проруби из-под машины там цветочки лежат, естественно, жутковато, но это мы еще ехали по следам. Потом следы закончились, и мы просто шли, вот на карте поставили точку и шли прямо. Торосы, трещины, наледи, и все, 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 ничего не обижали, просто шли прямо, чтобы не сбиться с курса. На самом деле, осознание того, что это действительно очень рискованно к нам пришло уже после того, как мы приехали и пообщались с местными, и нам сказали, что, ребят, ну, у нас так не делают. У нас, если трещинку видно, останавливаются, пешня ее проверят, может быть, буром просверлятся, посмотрят толщину льда, а мы просто ехали. Ну, мы, конечно, все равно объезжали, мы не просто ехали уже. Может, когда Дима впереди ехал, он ехал просто. Я все-таки присматривался, и ребята на Ольхоне объяснили нам, как они выглядят, как выглядят щели, какие из них самые коварные, чего нужно бояться, как их определять, и мы все-таки ехали и вот мониторили, ориентировались и выбирали свой маршрут среди торосов и вот как раз этих трещин для того, чтобы доехать все-таки. Ну, вот про Байкал еще добавлю сейчас. Обязательно всем нужно побывать на Байкале. Мне кажется, я главный пиарщик Байкала в нашей экспедиции, и каждую экспедицию говорю, что вот мы в прошлое тоже ездили через Байкал, и я считаю, что это такое место, где должен побывать каждый россиянин. Это такая мека российского человека. И в этот раз был зимний Байкал, и было потрясающе прогуляться ночью по Байкалу, выйти на острове Ольхон есть скала-шаманка, выйти и послушать треск льда, то есть тишина, ты стоишь на льду и так щелкаешь, пиу-пиу-пиу, если можно изобразить, конечно. А потом громче и громче. Да, все громче и громче. А потом мы отъехали уже, когда делали ночные фотографии, не знаю, здесь они были или не показывали еще, там потрясающие ночные фотографии, и там треск уже гораздо больше, и он ощущается ногами, то есть ты прям чувствуешь, как лед смещается. Вибрация на себя. И ты понимаешь, что ты в воле этого, как сказать, духа Байкала, который может в любой момент, ну просто, а может и нет. Ну мы там особо не бурханили, конечно, но попросили, что у духа, чтобы была хорошая дорога. Я поэтому сходил к шаманке, как раз попросил. Каждый сделал свои ритуалы. Ну и был еще один такой, не самый экстремальный момент, но как раз, когда Сергей Доля оставил колесо в трещине, получилось так, что мы остались совсем без запасных колес, потому что запаску мы поставили на место пробитого колеса, а в нашем случае у Лонг Крузера немножко замерзла дверь багажника, и мы не могли достать в случае чего запасные колеса. И когда ночь нам предстояла примерно 700 километров до Батагая, и у нас был выбор, как нам дальше, ехать обратно в сторону теплого ключа, или все-таки продолжить путь, мы на свой страх и риск поехали без запасных колес абсолютно вот на своих четырех, которые у нас были, и доехали, и все нормально, слава богу. Ну да, в Батагай, конечно, мы отремонтировали колеса, выдохнули и поехали дальше. Батагай – это такой оазис нашей экспедиции. Мы туда ехали через Батагай, выпали на субботу, в день недели была суббота, и попали там в баню на мужской день. Помылись мужики, помылись девушки, сходили в душ, мы там квартиру снимали. А обратно мы ехали, и все правильно. И мы попали на женский день, помылись девушки, а мужики, честно, не пошли даже в душ, потому что реально времени не было, и очень сильно хотелось уже вернуться сюда. Да, ну, тяжеловато, конечно, две недели жить в машине, питаться только консервами. И все-таки, да, у меня вот, я с женой был, здесь она должна сидеть, но не сидит. Некоторые ребята знают, что она приезжала, давала мастер-класс танцевальный, я ее позавчера отправил уже домой, в Ярославль, да, потому что и работа, и, конечно, она подустала, ничего греха таить. А мне, мне нравится, я очень люблю зиму, очень люблю снег, очень люблю мороз. Я готов вечно ездить по такой погоде. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Евгений Заборовский, газета «Молодежь Якути». Скажите, пожалуйста, а много ли у вас желающих отправиться вместе с вами экспедицию, и вообще ведется ли как-то кастинг какой-то, что ли, набор вашу группу? Ну, вот как организатором ответим, у нас есть экспедиционный центр РГО-экспо, в который постоянно приходят заявки о том, что люди хотят участвовать, даже просто во всех социальных сетях, в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте, все напишут о том, что, ребят, как к вам присоединиться, вот как попасть. Ну, самый, наверное, главный аспект – это КПД. Мы все-таки берем людей в команду, которые приносят вот что-то полезное, то есть видеографы, фотографы, чемпионат, чемпион там по ралли, да, по-моему? Вот, ну, просто полезные люди. К сожалению, просто так мы не можем взять. У нас нет такой возможности и таких ресурсов, чтобы обеспечить вот всем проезд с нами. Ну да, и мы на самом деле, вот, кастинг такой, на самом деле, он больше, вот, я смотрю на работы ребят, какие есть, и выбираем кого-то из этого. Мы на летнюю экспедицию, безусловно, будем брать хороших, талантливых фотографов, будем брать видеографов, кто будет вести видеодневник, поэтому, если есть желающие, есть наши аккаунты на Фейсбуке, есть аккаунты экспедиционного центра, личные наши, пишите, мы будем смотреть. Конечно, ребята у нас в приоритете, все, кто с нами вот ездит, но, еще раз говорю, если есть талантливые ребята, то welcome в нашу команду, буду рад видеть в наших рядах. опишут по поводу того, чтобы с нами попасть в экспедицию, я думаю, что вообще к каждому, даже мне и моей супруге везде в комментариях, в инстаграме, ребят, как к вам присоединиться, где вы находитесь, мы готовы прямо сегодня выезжать, вылетать и так далее, вот, но мы вынуждены отказывать, потому что большинство из этих желающих к нам присоединиться, они без своих машин, без каких-либо ресурсов, это люди, которые просто хотят, просто хотят, просто хотят, а просто хотеть этого недостаточно, наверное, для этой экспедиции. Может быть и достаточно, но каждый может сам сделать, у нас, в принципе, одна из целей, чтобы, глядя на наш опыт, на то, что мы сделали, люди могли спокойно собраться, сесть в свои автомобили, не знаю, на велосипеды, на самокаты, пойти пешком и посмотреть вообще хотя бы соседний регион, потому что, ну, расстояние, конечно, не маленькие, да, у вас между населенными пунктами есть по тысяче километров, и это довольно тяжело, это не как в Европе, там, каждый... Нам рассказывали местные про то, как тут у вас немец какой-то на собачьих упряжках ехал, это мы все слышали и слышали, как он с обмороженным носом и ушами приехал в Батагай и всех, кто ему помогал, он благодарил использованными одноразовыми фотоаппаратами, люди сначала-то вроде как, вау, мне фотоаппарат подарили, а они оказались одноразовыми, уже использованными, вот, все это мы знаем, слышали, Есть еще вопросы, коллеги? Из Якутска мы выезжаем сегодня, мы заезжаем сегодня на Ленские столбы, потому что мы вчера не успели отснять ночные фотографии на Ленских столбах, сегодня отснимем ночные и утренние, и завтра с утра уже уезжаем через Нерингре, у нас следующая остановка и следующая пресс-конференция в Чите будет. Если честно, у вас так хорошо, что уезжать не очень хочется, но обязывает и время, да, и к сожалению, да, это так. Ксения Габышева, Якутск Вечерни, вы сказали о создании фильма, что это будет, когда и где можно будет увидеть? Я думаю, Влад вам ответит на этот вопрос. Будет несколько версий фильма, одна из версий это будет телеканал Автоплюс, другая версия будет смонтирована, скорее всего, московской студией, вот, и будет моя версия. Я надеюсь, что я соберусь и сделаю. Просто у меня в планах сейчас приехать и сделать художественную короткометражку, а потом уже заниматься этим. И я думаю, что приблизительно это будет в конце лета, скорее всего. То есть я сделаю свою версию и мы постараемся продвинуть ее на фестивале, наши какие-то фестивали, зарубежные, европейские, и будем надеяться держать кулачки, что фильм заметят и максимальное количество людей, максимальное количество аудитории смогут увидеть ваши красоты и пути. Ну и ваши коллеги с ВГТРК Ярославия наснимали достаточно материала, уже порядка там пяти выпусков были выпущены в новостях. Один сюжет с Байкала, который я точно знаю, ушел на федеральный телеканал Россия 24, и они также из этого материала хотят тоже создать фильм 10-15 минут и показать его для начала по региональному нашему каналу, а потом уже и, возможно, по федеральному. Ну а что касаемо сюжетных линий, Автоплюс снимает, соответственно, про автомобили, как они ведут себя в таких условиях, у нас фильмы будут вот и про местных жителей в первую очередь, потому что у вас невероятно колоритные люди встречаются, и это и оленеводы, и коневоды, и рыбаки, и Егор Афанасьевич, просто замечательный человек. Школьники очень хорошие, это просто отдельная история. Можно на самом деле снимать и вот не переснять просто все, что здесь есть, это не хватит времени и жизни одной. Ну и будет сюжетная линия про сам регион, про республику, то, что мы хотим показать и красоты. У нас, как мы уже говорили, была экспедиция 59-шерота летняя, и мы проведем такой параллель зима-лето, как одни и те же места выглядят летом и зимой. Ну вот, кроме, наверное, музея вечной мерзлоты, он, по-моему, всегда одинаково выглядит. Ну и покажем еще в линии будет, вернее, в фильме будет еще две линии. Мы как экспедиция, да, люди, которые живут в центральной части России, и вы как люди, которые живете здесь, потому что на одни и те же проблемы мы смотрим по-другому. Я не знаю, там вот поначалу мороз с утра нас дестабилизировал, потом мы к нему привыкли. И вот какие-то такие нюансы мы будем показывать, то, как мы адаптировались, то, как вы относитесь к чему-то. То есть это будут такие вот интересные две позиции на один и тот же какой-то вопрос или на одну и ту же ситуацию. Да, пожалуйста. Вопрос с фотографом и видеографом. Я хотел... Сложно снимать Северное сияние и какое впечатление на вас произвело это явление природное наше? Дело в том, что я уже не первый раз снимаю Северное сияние, и я к этому более-менее спокойно отношусь. Поэтому я передам слово Владу, который был в шоке, когда первый раз увидел его, и Влад рассказывай. Да, первый раз увидел Северное сияние. Это было нечто, когда мы сидели в автомобиле и что-то делали там, я не помню уже, перекидывали материал, заходит Ваня, стучится в окно, ну там какие-то рассказал дела, потом говорит, ну если вам где ясно, там Северное сияние. Вот. И я выскакиваю, смотрю на эту красоту и смотрю вдоль горизонта. Ну, то есть это вообще невероятные краски и из зеленого в красный, переливающиеся. Ну это что-то нереально нужно видеть своими глазами. Ну удалось запечатлеть, конечно, если вы знаете такая штука, таймлэпс, это очень много фотографий, потом видеоряд совмещаются. Вот. Мне удалось сделать таких четыре таймлэпса. Вот. Но самое потрясающее, что у меня вот ни на одной фотографии, к сожалению, я еще не видел, это такой портал, который появляется наверху. То есть я смотрел в горизонт, а Ваня говорит, посмотри наверх. И вот в этот момент я сказал, то есть до этого я говорил вау, а это вообще было вау-вау просто в квадрате. Потому что ты находишься в каком-то портале, который вот лучи расходятся из точки на небе. Ну, просто потрясающе. Можно я добавлю? У нас вот Иван правильно сказал, что он часто снимает северное сияние, и мы даже шутили в экспедиции. Так повезло, что у нас каждую ночь оно было. Вот действительно, люди там видят его один раз в жизни, да, а мы видели его просто каждую ночь, и мы постоянно в операции говорили, Вань, ты опять ночник включил? То есть до такого он прям сопутствовал нам всю дорогу. Пожалуйста, в микрофон, если можно. Евгений Слепцов, студия Мой Спорт. Хотел обратиться к вам. А вот касаемо фототехники, как она вела себя в экстремальные морозы? И как, может, защищались от этого, берегли ее? Отвечу лаконично. Техника безукоризненно отработала. Ну, я не первый раз снимаю в Якутии, зимой тоже снимал минус 50, абсолютно спокойно она отрабатывает. Единственное, что ее нужно в какой-нибудь специальный фоторюкзак или в пакет, потому что, когда в теплое помещение заносишь технику, она потеет. Ну, если есть теплое помещение, у нас теплое помещение практически не было. В машине она не запотевала у нас, по крайней мере, в нашей машине. И так вот, в принципе, вот уже 26 числа будет ровно месяц, как она вот в таких жестких условиях работает. Единственное, что там объектив немножко покоцал. Отломился кусочек. Ну, это не влияет на оптические. Ну, да, это механика. А что касаемо техники, у нас в большинстве Nikon, конечно, мы используем. Все фотографии сделаны, вот, которые вы видите сзади, сделаны на автопорады Nikon компании. Ну, кроме видео, да, Влад снимал видео на свой, на другой. На Nikon мы делали, я бы делал как раз таймлэпс на Nikon, и мне очень понравилось, что там есть встроенная функция интервальной съемки, то есть, не нужно никаких там примочек, просто ставишь, и два часа на морозе, минус 50 градусов, и там просто ЖК-монитор не успевает включиться, ну, просто замораживается, и ты просто не понимаешь, что ты снимаешь, но не можешь посмотреть, потому что кадр за кадром идет, и остановить это, как бы не хочешь этот процесс, а то получится неровная потом картинка, и ты прям молишься, хоть бы этот Nikon хорошо все отфотографировал, потом приходишь, вставляешь флешку, и получается все хорошо, то есть, вот при морозе минус 50, два часа, на одной батарейке он отработал просто отлично. Коллеги, есть еще вопросы? А вот будущие какие-то планы ваши поездки, может, какие-то уже планируете? Не без этого. Я, наверное, расскажу, что мы уже запланировали следующую нашу экспедицию, следующее наше путешествие, которое будет проходить тоже через ваш регион. Мы хотим выехать из Магадана, проехать через ваш регион, приехать в Тибет, гора Кайлас, подняться до базового лагеря Эвереста и оттуда уехать в Москву, через Памир, через наши братские республики. Единственный вопрос какой сейчас с разрешением въезда в Китай. Это все не так просто, там две машины, сопровождающие, отдельные регистрационные китайские знаки, права, и вот мы сейчас все это делаем, и вдруг, если по какой-то причине мы не успеем, то это будет тогда Магадан, Памир, Москва. Вот примерно так. Есть еще вопрос? Коллеги, если нет, то позвольте, я задам вопрос своим участникам. В начале экспедиции был задан вопрос, какие у вас цели личные, не общие, глобальные, все равно каждый человек преследует какую-то свою цель. Вот я хочу спросить у своих коллег, добились ли они этих целей, и как они ощущают себя в этот момент? Ну, может, по порядку начать неразди мы? Наверное, да. Во-первых, в первую очередь это испытание себя, это испытание отношений, потому что, ну, я ехал с супругой все-таки. И в летней нашей экспедиции проехали тоже месяц, практически вдвоем были, все было хорошо, она еще тогда не была моей супругой, вот мы осенью поженились, сейчас поехали уже в статусе мужей-жены еще раз все испытать в более суровых условиях. На самом деле все прошло безукоризненно, все отлично, и вопросов у меня не остается ни к себе, ни к ней после этой экспедиции. Богдан. Ну, я как организатор экспедиции могу сказать следующее, что цель доехать до Тикси, посетить все полюса холода и завершить экспедицию у нас все получается. Не все шло так, как я хотел, и зачастую ситуации диктовали свои правила, но главное результат. У меня в этой экспедиции произошел один из самых важных моментов, наверное, в моей ближайшей жизни. Я сделал предложение Владлене, теперь она официально сказала мне «да». Я долго думал, где я это сделаю, и хотел в одном месте, в другом, но так совпало, что я это сделал на море Лаптевых, был солнечный день, мы остановились на южном побережье моря Лаптевых, и прямо там я в тот момент, когда она рвалась сделать очередную планку и поприседать, я сказал, мне есть разговор, разговор, и вот как бы все это случилось. Тогда, когда я пробовал лед, так получилось, что да, я стою грызой этот лед в стороне, поворачиваюсь, смотрю, Богдан на колени стоит. Ну, я-то как бы знал о его планах, а для меня это не было таким прям ваххак удивлением, но тот момент, что Богдан делает предложение, а я в это время долблю лед, наберу его в рот, поворачиваюсь. Да, и подходит Дима с топором и с куском, да, ой, ребят, поздравляю. Это было, наверное, самым ярким впечатлением от Димы за всю экспедицию. Ну, и в целом, все-таки, еще раз говорю, приезжая к вам в регион, я чувствую себя как дома, потому что Магданская область и то место, где я жил, это чуть больше 200 километров от Амикона по прямой, очень напоминает мне мою родину. Здесь такая же природа, такие же морозы, ну, вот все то же самое. Поэтому, знаете, я как будто домой приехал. Поэтому, да, я кайфанул по полной программе. Кстати, кольцо тоже из якутских бриллиантов и из якутского золота от ребят, по-моему, Apple, да, называют? Да, в общем, местное, потому что здесь именно вот все совпало, понимаете, так, поэтому мы обязательно привезем детишек туда, на это место, где это все произошло, и желательно их привезти зимой, потому что летом там море разливанное. Ну, я думаю, что очень хорошо, поэтому еще одна связь с вашим регионом у нас уже есть и у нашей семьи есть. Влад? Ну, у меня было несколько целей. Первая цель это не замерзнуть, мне это удалось. Вот. Вторая цель у меня была увидеть северное сияние и запечатлеть его. Я надеялся, молил богов, чтобы это было, и нам повезло, четыре аж заснял. Вот. И еще одна цель была увидеть океан, вот, и море Лаптевых это же океан северно-ледовитый, и таким образом все цели, которые я хотел, помимо того, что набрал очень классный материал, все сбылось. Иван? Ну, во-первых, море Лаптевых, мне было очень интересно посмотреть на него. Это получилось, хотя оно замерзшее, я думаю, что, может быть, летом получится еще посмотреть на него. Дело в том, что я в Якутии не первый раз, я достаточно много уже бывал, по Хангаласскому лусу работал, в Батагае, на киселях ходил. Ну, то есть я постепенно осваиваю новые территории, вот это вот была такая задача еще посмотреть, что там дальше за Батагаем, Амикон, вот дальше, дальше, дальше. Я думаю, что все окей, посмотрел, ну и придет решение, может быть, в этом году, в следующем, сделать какую-то еще интересную историю. Ну, и фотографии северных сиянина. Разумеется, Богдан сказал, что он не верит мне. Я говорил Ване, что он использует зеленый фильтр северного сияния во всех своих фотографиях и просил ему скинуть мне этот фильтр. Ну, пришлось и доказать, что северное сияние все-таки существует, и вообще нам очень повезло, каждую ночь, мы ночью ехали по зимнику, едешь, смотришь, направо, налево, сияет, сияет, очень хорошо. Ну, это впечатление на всю жизнь, конечно. и я тогда, пожалуй, отвечу на свой же вопрос. Конечно, очень здорово, и мы добрались и до моря Лаптевых, и, получается, до Северного Ледовитого океана, и до Тикси, и проехали вообще по республике, посмотрели. И, ну, это все маленькие цели, вот, слились в одно большое, но такое, наверное, для себя самое важное, что я подчеркнула, это, что жизнь бывает разная у людей, и то, как мы ведемся в центральных районах, и то, как люди здесь встречают, это абсолютно, мне кажется, два разных каких-то континента. И хочется сказать вам огромное спасибо за такое гостеприимство, за такое дружелюбное отношение вот к гостям вашей республики. Вы молодцы, вот, пожалуйста, оставайтесь такими же, потому что это очень ценно, особенно в наше время. Вот, спасибо вам. И я вот, выйдя, скажем так, из зоны комфорта, сейчас вернусь в Ярославль, и у меня будет энергии, еще вот, как минимум, до следующей экспедиции мне хватит, чтобы чувствовать себя очень здорово. Коллеги, но я еще хотел сказать, я думаю, если она сейчас показывает онлайн, все запикает. Дело в том, что ничего этого бы не произошло, есть идеи, и все, но у нас действительно были очень хорошие наши партнеры. Вы их видите, всех, все их логотипы, вот за нами. Это очень хорошие куртки компании Севера, которые нас так согревали в морозы. Хорошая резина компания «Тойотерс», автомобили «Тойота», «Рексона», наш генеральный партнер, мы пробовали этот дезидорант там везде, на морозе, я не знаю, там зарабатывали эти баллы, двигались. Если бы не было бы всех этих ребят, то мы бы сейчас не сидели здесь, не делились эмоциями с вами, а вы не слушали бы нас. Поэтому всем нашим партнерам, это партнеры, а не спонсоры, я хочу сказать отдельное спасибо, и хочу еще раз сказать спасибо огромное вам, за то, что вы здесь, вообще за то, что вы есть, и вот гостеприимство, это действительно визитная карточка вашего региона. Спасибо вам большое, и оставайтесь всегда такими же хорошими, добрыми и прикольными. Спасибо. Спасибо вам большое.